Здравствуйте! В эфире новости в студии Яна Баймбетова и в начале выпуска коротко о его главных темах. В планах развития от корма и убоя крупного рогатого скота. Услуги забоя скота для населения. В Хомском районе появится специализированная площадка на базе фермы. Чтобы быть в курсе, пожалуйста, следите за новостями САХ онлайн, читайте, смотрите и делитесь. В новом формате Рия Сахалин-Курилы представила обновленную версию информационно-развлекательного портала. Осужденные, которые совершили также преступление, хотят как-то покаяться. Спицы и пряжа как путь к исправлению. Заключенные из Смирнховского района организовали производство вещей для нуждающихся. На масленице пекут блины, раньше каледовали. И под сгущенку, и под мед. Как островитяне проводят масленичную неделю? Мне приносят достижения, и я хочу доказать, что я могу. Борьба за знаки отличия. В Южно-Сахалинске стартовал зимний фестиваль ГТО. К акции помощи беженцам с Донбасса присоединяются общественные организации и предприниматели Сахалинской области. Более 300 килограммов гуманитарного груза собрали в сети аптек «Фармацея» в Южно-Сахалинске. Это перевязочные материалы, антисептики, средства гигиены и лекарства первой необходимости. Как только мы узнали, что акция помощь жителям Донбасса существует на Сахалинской области, наше предприятие не остается безучастным по данному вопросу, так как мы являемся сетью государственных аптек на Сахалинской области. Наша гуманитарная помощь – это товары аптечного ассортимента. Сбор вещей идет также во всех районах области. Одними из первых присоединились ахинцы. В северной столице уже собраны постельные принадлежности, детская одежда и игрушки. Другие необходимые беженцам вещи. Возможность помочь у всех людей и огромное желание есть. Да, мы собрали гуманитарную помощь. Также некоторые наши сотрудники написали заявление на жертвование своего однодневного заработка. Всю гуманитарную помощь, поступающую от Сахалинца в эти дни, собирают в отдельном помещении на базе областного реабилитационного центра для инвалидов. После чего авиарейсами отправляют адресатам. Активное участие в помощи беженцам принимает и региональное отделение партии «Единая Россия». Политики, депутаты и общественные деятели приносят в пункты приема вещи и предметы гигиены. Закупают продукты, организовывают сбор средств. Наши молодые предприниматели, ребята, «Актив Единой России» привезли полтонны хороших консервов, качественных, с долгим сроком хранения. А так это детские вещи, теплые вещи, детские канцелярские, школьные товары, пеленки, подгузники, нижнее детское белье. То есть для молодых мам, для малышей. И сегодня уже идет формирование аккуратных посылок и погрузка в самолет. И как только он будет заполнен, будет отправлен на Москву, а там уже до Ростова. Кроме этого, люди готовы помогать финансово. Сахалинская областная дума собрала более 400 тысяч рублей. Акции в поддержку жителей ДНР и ЛНР продолжаются. Мясной остров появился на территории Холмского района. Новое предприятие по производству местной мясной и молочной продукции заработало на полную мощь в селе Чепланово. В приоритете фермерского хозяйства – поставки качественных продуктов по своему округу с планами на расширение географии по всему региону. Ольга Артемова продолжит тему. Два в одном – и торговец, и производитель. Сергей Сподар сменил направление профессиональной деятельности в прошлом году. Если раньше только продавал товар, то сейчас решил радовать земляков вкусными продуктами, сделанными собственноручно. В июне 2021-го предприниматель построил коровник на 110 голов. Вначале в планах начинающего фермера было только мясное направление. Позже пришла идея поставлять на продажу и молоко. Сегодня в хозяйстве 178 буренок. Мощность предприятия растет, а вот количества рабочих рук не хватает, сетует сахалинец. С этим вообще сложно в сельском хозяйстве. Никто не хочет работать на селе. Но приходится и самостоятельно это все. Как бы это все сам умею, сам могу. Приходится учить людей тоже заниматься. Где-то с поселка люди, которые тянутся, приходится обучать. При этом владелец фермы не унывает. Да и задумок громадье. С государственной поддержкой животноводу удалось приобрести оборудование для будущего цеха по забою скота. Специализированная площадка уже имеет каркас. Вести ее в эксплуатацию владелец планирует в мае. На забой пойдут не только собственные животные, но и других хозяйств региона. И в частном порядке от населения. Спрос есть. А главное – большое желание обеспечить область качественными продуктами. Все эти мероприятия позволят иметь доступ к мясной продукции, произведенной в малых хозяйствах Сахалинской области. Увеличат снабжение качественной, хорошей и безопасной продукции населения Сахалинской области. В надежных крестьянских хозяйствах заинтересованы власти региона. В Сахалинской области увеличена поддержка фермеров на содержание скота и производство молочной продукции. При этом малые предприятия в приоритете. Ставка субсидий на молоко, которое идет на реализацию, выше, чем для остальных хозяйств и составляет 20%. Поддержка направлена на окупаемость проектов и дальнейшее развитие молочного производства. 2022 год обещает быть перспективным для всех, кто занимается животноводством в островном регионе. Власти ожидают увеличения количества участников программ, действующих в области, благодаря бюджетному финансированию. Ольга Артемова, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ. Сахалинская область присоединилась к подписанию хартии о безопасном интернете для детей и подростков. Она призвана объединить всех заинтересованных в этом лиц для создания единого безопасного цифрового пространства, поиска и удаления из интернета потенциально опасного контента, повышения уровня цифровой грамотности. Появилось такое явление, как кибербуллинг, появились фейковые новости, появились призывы детей и молодежи к противоправным действиям. И все это необходимо все-таки привести в состояние. И вот очень приятно, что эти гиганты и медиа-компании все-таки возложили сами на себя эту ответственность. Регистрировать детей не с фейковыми данными, а указывать реальный их возраст. Ведь все программное обеспечение настроено таким образом, что дети, имеющие аккаунты с определенными возрастными ограничениями, не будут получать контент, который им не позволителен, не доступен по возрасту. В основе хартии пять ключевых принципов. Уважение ребенка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности и ценностных ориентиров и инклюзивный подход. Информа агентства «Сахалин Курилы» обновила концепцию сайта. На современной сетевой площадке «Сахонлайн» читатели смогут найти не только актуальные новости, но и развлекательный контент с тестами, афишами и покупкой билетов. Новый проект медиахолдинга «Губернские ведомости» редакция представила бизнес-партнерам и коллегам. С подробностями Татьяна Иркалеева. Уже 15 лет РИА «Сахалин Курилы» освещает самые важные события Сахалинской области. И сегодня Островное СМИ начинает новую историю в новом формате. Портал «Сахонлайн» – это не только новости, это принципиально новый контент. Развлекательный, информационный, рекламный и трендовый. Сегодня бизнес-сообщество Южно-Сахалинска представили новый интернет-ресурс. Новый проект медиахолдинга «Губернские ведомости» представляет собой площадку, на которой собраны все актуальные запросы аудитории. Изменился не только внешний вид электронного СМИ, но и его функционал. Теперь читатели могут не только узнать о последних событиях, но и развлечься, например, тестами или пазлами. В связи с тем, что ежедневно запрос аудитории, которая нас читает, меняется, мы, соответственно, стараемся следовать современным трендам подачи медиаматериалов. И поэтому нашим читателям, нашим друзьям, бизнес-партнерам, коллегам мы предлагаем не только новости, но и обновленные форматы информационно-развлекательного контента. Это всевозможные авторские колонки, мнения, карточки, персонифицированные страницы, тесты, гороскопы, игровой материал. В планах запустить продажу билетов на различные мероприятия, а также на авиа и ЖД-транспорт. Пользователи смогут оформить доставку еды и приобрести скипас на горный воздух. Помимо этого, выгодное предложение на новой площадке для себя сможет найти и бизнес-сообщество, к которому и представили новую концепцию. На презентацию мы пригласили наших друзей, партнеров, потенциальных партнеров, чтобы показать, есть новые возможности, есть новые площадки, есть новые варианты, как продвинуть свой бизнес. Сегодня у сайта огромная база партнеров. Они уже много лет отмечают плюсы совместной работы на информационном поле. Помимо организаций, предоставляющих различные услуги островитянам, с медиахолдингом сотрудничают и ведущие региональные компании. Одна из них – «Газпром Добыча Шельф Южно-Сахалинск». В тесном взаимодействии с агентством они более 8 лет. «Подача информации, все это оперативно решаются, все вопросы в плане информационном. Нет никаких сложностей, никаких затыков между нами, а для нас очень важно». Бизнес-сообщество уже отметило новые возможности площадки. Редакция может составить для партнера интервью с лидерами общественного мнения, диалог с экспертом в формате «Вопрос-ответ», а также оставить отзывы и комментарии опытных покупателей. Команда «Сах.онлайн» – это 9 профессионалов, которые освещают не только Сахалинскую, но и мировую повестку. Контент обновляется круглосуточно, и каждый сможет найти то, что ему по-настоящему интересно. Татьяна Иркалиева, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ Жители Сахалинской области просят быть более бдительными в социальных сетях. В случае обнаружения публикаций, содержащих сведения об оружии, призывы к агрессии или оскорблении власти, сообщать в прокуратуру или региональную МВД. Накануне Роскомнадзор предупредил, подобные публикации будут немедленно блокироваться. Данные факты попадают под статью об экстремизме и наказываются уголовным сроком. Сотни вязаных вещей передали заключенные из Смирныховского района островным благотворительным организациям. На территории второй исправительной колонии осужденные организовали производство теплой одежды для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мой коллега Владимир Илинк пообщался с автором проекта. Подробности в сюжете. Эдуард Польский попал в СИЗО в 23 года. После заключенного перевели в исправительную колонию Смирных. Мужчина признается, совершил преступление по глупости, когда был молод. За годы в учреждении сформировался как личность и понял, чего хочет в жизни – заниматься добрыми делами. В 2019 году основал клуб «Дарить тепло» и нашел единомышленников. Стали вязать одежду, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. Готовые вещи отправляют в благотворительные фонды. Обратная связь от руководителей организаций не заставила себя ждать. Мы стали это когда делать, и первые письма мы стали получать от директоров. Это самое такое просто, можно сказать, бальзам на душу. Оно до слез взяло, когда ты читаешь, и ребята читают. Это гордость. И родителям показать, и показать жене, детям, что отец не такой испорченный, что он что-то смог достичь, сделал перед обществом, оправдался, искупился, что он достойный. Поначалу пряжу приходилось приобретать на собственные средства, вспоминает Эдуард. Однако, когда островитяне узнали о необычном кружке, начали помогать материалами. Сейчас в клубе трудятся 12 человек. Видел, когда ребята то, что вяжут, и когда спросил, ну куда это вяжется все, мне сказали, объяснили все это. Сам, когда попробовал вязать, мне это понравилось. И просто понимаю, куда я это делаю. А сложно было научиться? Да я бы не сказал, что это сложно. Это, ну, не так, что трудно. Сколько времени примерно потратили? Ну, у меня на все, про все ушла неделя. Сейчас над каким изделием работаете? Сейчас шарфик вижу. Такую инициативу в администрации колонии поддержали труд и волонтерство в учреждении в почете. Выносится поощрение в виде объявления благодарности, дополнительных длительных свиданий, получения дополнительных посылок, либо передач. Из данного кружка в течение прошлого года было освобождено условно-досрочно 5 человек, переведено на колонию поселения 7 человек, заменено более мягким видом наказания в соответствии с статьей 82 человека. В ИК номер 2 отбывает наказание более полутысячи заключенных. Без дела осужденные здесь не сидят. На территории учреждения действует несколько производств и образовательных площадок. Получает среднее общее образование. Остальные осужденные, которые находятся в кружках, там футбол играют, допустим, шахматы, вязание, швейные производства, резьба по дереву, соответственно, ну и другие кружки. Носки для недоношенных малышей, шапки и шарфы для взрослых. Скоро каждая из этих вещей обретет своего хозяина. Любая добрая инициатива – это способ оказать поддержку тому, кто в ней нуждается. И вещи, созданные в местах не столь отдаленных, должны обрести хозяев. В этом помощь оказала наша редакция. Мы забрали вязаные изделия и сейчас передаем их в фонд «Выбери жизнь», который помогает бездомным. В Министерстве иностранных дел Японии заявили, Россия оккупировала Южные Курилы. Под сомнение ставится территориальная принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В Сахалинском парламенте возмущены подобным высказыванием. На Ялтинской конференции 1945 года с участием глав стран антигитлеровской коалиции было принято решение о передаче Курильских островов Советскому Союзу. Это зафиксировано в соответствующих международных документах. Сахалинская областная дума на протяжении многих лет занимает принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности России и неоднократно указывала, что Курильские острова являются ее неотъемлемой частью. Соседнее государство не впервые выступает с требованием вернуть ему Курильские острова. Напомним, в феврале этого года посол США в Японии Рам Эммануэль заявил о признании суверенитета страны восходящего солнца над Южными Курилами. В свою очередь в Сахалинской областной думе выступление американского дипломата назвали провокацией. 2022 год проходит под знаком сохранения культурного наследия разных народов России. В Сахалинской области широко представлено направление казачества. О том, чем занимаются современные казаки, нам рассказал атаман Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Александр Агибалов. Запись беседы смотрите прямо сейчас в рубрике «Гость студии». Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Этот год проходит под знаком сохранения культурного наследия разных народов России. Расскажите, что входит в понятие казачья культура. Казачья культура – это традиционная воинская культура, богатая, со своими историческими устоями, укладами, которые подразумевают и воспитание подрастающего поколения, и, конечно же, службу своему отечеству. Если говорить о Сахалинской области, то кем здесь представлено казачье сообщество, и каковы основные функции этого сообщества в современной жизни общественной? На сегодняшний день на территории Сахалинской области осуществляют свою деятельность 17 казачьих организаций, как реестровые казачьи общества, которые взяли на себя обязательства по несению государственной службы, так и нереестровые, которые занимаются сохранением казачьей культуры. По направлениям деятельности, это, конечно же, для реестровых казачьих обществ, государственная служба, согласно федеральному закону номер 154 о государственной службе российского казачества, и подразделения под видом. Так а чем отличаются реестровые от нереестровых казачьих сообществ? Реестровые казаки взяли на себя обязательства нести государственную службу, участвовать в охране общественного порядка, принимать участие в ликвидации последствий стихийной бедствии, воспитывать подрастающее поколение и входить в мобилизационный резерв. Нереестровые казаки живут своей жизнью, сохраняют традиции, культуру, участвуют в праздниках. А сколько всего у нас казаков в области? По разным почетам, опять же, мы понимаем, что 17 – это только те казачьи общества, которые объединились, но есть и потомки казаков, которые не входят в казачье общество, до тысячи человек. И казак, как и много веков назад, всегда должен быть готов встать на защиту своего отечества. С этой целью во всех войсках казачьих проводятся ежегодные военно-полевые сборы, которые подразумевают обучение именно навыкам военного дела. Для подрастающего поколения это первоначальные азы воинского служения. Конечно же, такая подготовка уникальна и помогает дальше идти именно по линии служения своему отечеству. А как можно попасть к вам в сообщество казачье? Мы говорим о том, что по линии реестра у казачьего общества есть определенный ряд требований. Это, конечно же, устав, в котором отражены требования кандидату. Человек, который принял для себя решение присоединиться и подать прошение в казачье общество, прекрасно понимает, что он либо потомок казачьего рода, либо человек, которому близки традиции, культура, обычаи и, конечно же, направления деятельности казачьего общества. Кандидат подает прошение о вступлении в казачье общество, которое располагается в том или ином муниципальном образовании. Казаки смотрят на него. Проходит испытательный срок. И если к моменту проведения именно круга, это выше руководящего органа казачьего общества, он находит двух поручителей, которые готовы за него поручиться, его, конечно же, принимают в казачье сообщество. Мы говорим о том, что у нас существует и сайт Сахалинокурильского окружного казачьего общества, где представлены информация о муниципальных образованиях и атаманов казачьих обществ, а в конкретном городе, где расположен штаб казачьего общества и где можно познакомиться с направлениями деятельностями того или иного казачьего общества. Потому что, я скажу так, каждое казачье общество ведет свое направление. Кто-то сконцентрирован именно на государственной службе, а некоторые на сохранение культурных, исторических традиций, другие на воспитание подрастающего поколения. То есть, если ты потомственный казак или тебе близки все традиции казачества, и ты хочешь вступить в сообщество, то достаточно подать прошение? Пройти испытательный срок. Пройти испытательный срок. А что в этом сроке будет? В испытательном сроке, конечно же, участие в казачьих мероприятиях, в жизни казачьего общества. Потому что, в первую очередь, нужно, чтобы кандидат для себя принял решение, что это не какая-то коммерческая составляющая каких-то благ, от того, что ты приписался в казачье общество, конечно, не будет. Здесь ты должен, наоборот, отдавать. Если где случилась какая-то беда, конечно же, на помощь всегда должны приходить казаки. Мы все прекрасно понимаем, что в современном мире у каждого есть своя работа. И здесь нужно взвешивать, насколько ты готов пожертвовать свой выходной день на добровольческую деятельность, как раз-таки на осуществление обязательств по несению государственной службы. И это выбор достаточно такой серьезный. В этом году в области стартовал масштабный проект «Станица Сахалинская». Расскажите о нем подробнее. Это проект областного центра народного творчества при поддержке Министерства культуры и, конечно же, при участии Сахалинокудинского казачьего общества и казаков, которые предоставили экспонаты на выставку. Это цикл мероприятий, которые начинаются с выставки, где каждый желающий может познакомиться с семейными регалиями, реликвиями казаков. Там проэкспонированы экспозиции, предоставлены любезные музейными фондами. Ну и, конечно, это цикл мероприятий, мастер-классов для детей, для всех желающих и заинтересованных. То есть эту выставку можно увидеть в Центре народного творчества? В областном Центре народного творчества. Предварительно договорившись о посещении, все это бесплатно. Александр, спасибо, что пришли к нам в студию. Успехов вам в вашем важном деле. Спасибо, что пригласили. До новых встреч. Это еще не все новости. Смотрите далее в нашем выпуске. На маслянице пекут блины. Раньше каледовали. И под сгущенку, и под мед. Как островитяне проводят масленичную неделю? Мне приносят достижения, и я хочу доказать, что я могу. Борьба за знаки отличия. В Южно-Сахалинске стартовал зимний фестиваль ГТО. С 2014 года в России было зафиксировано более 15 преступлений с применением насилия в учебных заведениях несовершеннолетними. Станьте для вашего ребенка другом, с которым можно поделиться своими переживаниями без страха. Уделяйте больше внимания его проблемам и взаимоотношениям со сверстниками. Не все дети одинаково счастливы, но абсолютно каждый заслуживает нашего внимания. Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого. Масленичная неделя вступила в свои права. Перед прощенным воскресеньем принято в изобилии жарить блины, ходить в гости, устраивать игры и забавы. В этом году массовые гуляния в городском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина отменены в связи с ковидными ограничениями. Пока же проходят тематические мастер-классы. Об одном из них расскажет наш корреспондент. Масленица пришла, открывай ворота. Да, подрастающая смена прекрасно знает о том, что славянский праздник провожает зиму и встречает весну. Начинается недельное пиршество. В каждой квартире вооружаются сковородками, чтобы испечь те самые символы солнца. Бамушкины, они более сладкие. А у мамы? Более пресные? А? Более пресные? Ну да, но все равно очень вкусные. С чем любишь? Со сгущенкой, с вареньем? Со сгущенкой, с вареньем, с шоколадом и с бананом люблю делать. С клубникой. На мастер-классе блинов не пекут. Он тематический. Гимназистов погружают в славянские традиции. Рядом для натуры выставили чучело масленицы. Предано огню не будет. Вместо этого юн сам выдают ножницы, цветную бумагу и клей. Здесь балом правит фантазия. Они делают аппликацию «Солнечный блин». Так как мы работаем именно со школьниками, да, то хотим через традиции, да, чтобы они развивали в себе какие-то творческие навыки, прикладное направление, да, то есть умели работать руками. Очумелые ручки по заготовке создают прекрасные открытки. На них с обратной стороны приклеивают добрые пожелания, настраивающие на позитив. Масленицу отмечают в воскресенье перед Великим постом, но праздничными считаются все предыдущие шесть дней. Масленичную неделю часто называют «сырной седмицей» из-за того, что в этот период нельзя употреблять в пищу мясо, но можно и нужно сыры и другие молочные продукты. Главное при этом не переедать. Игорь Антипов, Данила Маслов, телекомпания ОТВ. Более ста островных безработных открыли собственное дело на островах. В областной службе занятости подвели итоги работы за 2021 год. Начинающие предприниматели получили единовременные выплаты до 200 тысяч рублей. Чтобы воспользоваться поддержкой, необходимо составить бизнес-план и презентовать работу экспертам. Приходишь на комиссию, которая собирается в этом центре, они тебя слушают внимательно и говорят, что хорошо, в нашем районе или регионе необходима данный вид деятельности. Или продукцию, которую мы предлагали, она заинтересовала. И все, и получают, ну то есть получить деньги очень легко, самое главное обосновать, на что они будут потрачены. Гражданин несет обязательства после получения данной единовременной финансовой помощи в течение 24 месяцев осуществлять свою деятельность. И после получения данных средств в течение 3 месяцев он обязан отчитаться о целевом расходовании этой суммы. А статьи расходов он прописывает как раз в своем бизнес-плане. В этом году заявку на единовременную выплату подало уже более 50 островитян. Среди самых популярных бизнес-проектов оказались торговля товарами для здоровья, услуги в сфере бьюти-индустрии и сферы общественного питания. В Южно-Сахалинске стартовал муниципальный этап зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне». Выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса решили 13 общеобразовательных школ. Нормативы у мальчишек и девчонок принимают инструкторы учреждения «Спортивный город». Началось все с лыжных забегов на биатлонном комплексе «Триумф». Там побывал наш корреспондент Игорь Антипов. Я желаю вам удачи. Не забывайте про безопасность своего здоровья. Настроение боевое. С погодой повезло. Еще и лыжным инвентарем областная школа зимних видов спорта на время состязаний ГТО обеспечила. Только и остается как следует бежать согласно общепринятым нормативам. Всего заявилось у нас 13 школ. По сравнению с прошлым годом это достаточно большое количество. Видно, что как муниципальным центром тестирования ГТО, так и департаментом образования проведена достаточно хорошая работа с ребятами в школах. Еще в прошлом году школьники Южно-Скалинска присоединились ко всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». Они не затерялись среди полутора тысяч участников популярного движения в городе. Дошли до заветных знаков отличия. Сегодня старт принимают ГТОшники по третьей и четвертой возрастной ступени. Завтра мы продолжим наш фестиваль видами по общей физической подготовке. Это будет и прыжок в длину с места, и пресс, и гибкость. У ребят будет подтягивание на высокой перекладине, у девочек будет отжимание. Сегодня дистанции от двух до трех километров. Юные лыжники их преодолевают свободным стилем. Каждый задает нагрузку в силу своих возможностей. Подъем, спуск, середина. Но у меня была проблема в том, что я думала, что тут это, соревнования будут более-менее, поэтому свою гонку не взял. А так боя близко к первому мне, чтобы приблизился. Манойленко еще сумеет побороться за серебро и бронзу, если поднажмет в остальных дисциплинах. А пока же старт общий, после чего каждый выкладывается сам за себя, пытаясь показать лучшее время. Есть и такие, кто идет на двух километровке с превышением на золото. Укладываются буквально за шесть минут. На конце дистанции думала, что меня все гонят, но я сделала все начали от рыб большую, и это позволило мне занять первое место. Ну, ты вообще сама увлекаешься лыжными гонками? Да, я занимаюсь третий год, у меня первый спортивный разряд. Надо стараться во всех, чтобы победить и получить там значок или кубок. Ну, у тебя уже знаки отличия есть ГТО? Да. Первое, второе. В пятницу, 4 марта, по 100-бальной системе определят сильнейшую команду. Сборная, составленная из лучших, представит столицу области 21-22 марта на региональном этапе зимнего фестиваля ГТО. Игорь Антипов, Максим Чернобровкин, телекомпания ОТВ. Я напоминаю, что эти и другие новости вы можете посмотреть на нашем ютуб-канале ОТВ «Сахалин», а также на сайте информационного агентства «Сахалин Курилы» и в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!